что важно учесть при возведении стен из газобетона это позволяет нам сэкономить деньги нашего заказчика оставляем 2-3 сантиметра особенность нашего дизайн проекта что важно учитывать при механизированной штукатурки очень важный план потому что про вентиляцию все забывают они устанавливаются если у вас есть самое правильное решение друзья всем привет сегодня у нас жилой комплекс green park это уже седьмая квартира по счету в этом же к площадь квартиры 74 квадратных метров закончили инженерный ремонт и сейчас расскажем и покажем что у нас получилось хочу немножко рассказать про дизайн-проект с этой квартиры показать состав и особенности которые мы закладываем наши дизайн-проекты здесь вы можете видеть титульный лист на котором есть вся сводная информация по проекту далее у нас идет состав проекта вы можете видеть что у нас 51 лист то есть наши проекты варьируются от 45 до 70 листов чертежей и визуализации визуализации необходимы для нашего заказчика для того чтобы они понимали какой конечный результат они получат в итоге плюс для строителей для тех кто непосредственно реализует проекты это прекрасная наглядная картинка что в итоге должно быть чтобы было понимание в ходе процесса выполнения ремонтно-оделочных работ визуализации мы делаем с разных ракурсов то есть если мы говорим про одно помещение то это подборка из трех четырех фотографий вы можете видеть сейчас детскую комнату с разных ракурсов далее у нас идет гостиная ванная комната здесь прекрасно можно оценить что в итоге у нас получится в проекте план монтажа возводимых перегородок один из основных планов здесь мы указываем материал стен из которых требуется возвести перегородки также указываем красные размеры вот вы можете видеть то есть это размеры которые уже в чистоте будут иметь заданные размеры также указываем углы 90 градусов где это необходимо то есть по определению у нас по умолчанию у нас это мокрые зоны и зона кухни дополнительно исходя из того как у вас будет укладываться чистовое покрытие мы задаем дополнительные углы и параллели чтобы при укладке чистового покрытия у вас не было никаких подрезок и ваши мебели комфортно встала если у вас будет какой-то встроенный шкаф то здесь должны быть углы 90 градусов а также параллели для того чтобы не подрезать чистовое покрытие план расстановки мебели и оборудования также является одним из основных планов здесь мы можем оценить общую обстановку посмотреть где у нас будет стоять и кухонная мебель и мягкая мебель расположение сантехнического оборудования в мокрых зонах то есть это вот гостевой санузел и ванная комната то есть работы по дизайн проекту мы стартуем с этого плана с расстановки мебели далее у нас идет план чернового пола здесь мы указываем отметки на которые стоит ориентироваться при устройстве полусухой стяжки чистовое покрытие имеет разную толщину и мы уже сразу на этапе монтажа полусухой стяжки задаем правильные высоты для того чтобы потом не подливать все это наливным полом и так мы экономим деньги заказчика по работам и по материалам план отделки пола вы можете видеть какое чистовое покрытие требуется какие помещениях здесь у нас керамогранит здесь у нас кварц винил а также вы можете видеть в сводной таблице объемы и количество чистового материала которые потребуются для реализации проекта далее у нас идет план отделки потолка потолок у нас здесь натяжной и также можно здесь увидеть о том что мы потолком обходим мебель мебель у нас под самый потолок и здесь это все подробно указано а также указаны ниши под шторы которые делаются с перегибом а также указано то что здесь есть подсветка для того чтобы ничего не забыть при монтаже следующие листы у нас идут также по электрике мы отдельно разносим электрику освещение то есть вы здесь на этом листе можете видеть организацию посвящение то есть у нас есть выключатели и указана выносными линиями какой выключатель за какую группу освещения отвечает на этом листе у нас указаны привязки по освещению при монтаже мы открываем этот лист и смотрим привязки по каждому выключателю либо светодиодной ленте при наличии теплого пола у нас есть лист на на котором мы указываем габариты и размеры самого теплого пола, а также регулятора теплого пола. План вентиляции. Очень важный план, потому что про вентиляцию все забывают, и потом в самый последний момент перед натяжным потолком ее начинают монтировать. Лучше об этом позаботиться заранее, то есть на этапе инженерного ремонта. План привязки сантехнических приборов. Очень часто ошибка, когда мы ставим стиральную машину, выпирает вывод канализации, либо водорозетка торчит, и стиральная машина не заходит вплотную. Поэтому это один из самых важных планов с точки зрения инженерки. Поэтому этому плану стоит уделить внимание, и мы здесь подробно выводим отметки и расстояния, на которые стоит выводить инженерную коммуникацию. Здесь дальше пошли у нас развертки. Развертка по кухне. Развертка по ванной комнате. И особенность нашего дизайн-проекта, что после того, как мы сделали штукатурные работы, мы делаем перезамеры по каждому помещению, вносим в проект, и если требуются корректировки с точки зрения раскладки плитки, мы вносим эти изменения, то есть уже эти работы включены в дизайн-проект, то есть за это доплачивать не нужно. Тут у нас развертка по гостевому санузлу. Дальше у нас идет ведомость отделки. То есть здесь у нас список всех чистовых материалов, которые мы используем в данном проекте. То есть объемы, список, производитель, размеры и так далее. То есть сделана полная спецификация чистовых материалов по всему проекту. А также у нас есть сводный лист по всей электрике. То есть количество рамок, количество розеток, количество выключателей. Очень удобно, если вы реализуете проект сами, то вы просто берете этот лист, отправляете поставщику, и он уже считает вам полный объем и выставляет счет. Также у нас есть ведомость по чистовой электрике. То есть количество розеток, количество выключателей, количество рамок для розеток и выключателей. Все это сведено в одну сводную таблицу И еще одна фишка нашего дизайна проекта Это однолинейная схема, которую мы вкладываем в каждый проект Который у нас идет в производство Это позволяет нам сэкономить деньги нашего заказчика На черновом электромонтаже То есть проектирование электрических схем Позволяет сделать оптимальную сборку И ваш щиток будет собран максимально рационально и оптимально Заказчик данной квартиры, подписчик нашего YouTube канала Долго за нами наблюдал И когда пришло время делать ремонт Сразу обратился к нам И начали мы с разработки дизайн проекта Нашим клиентам очень нравится Когда одна компания и занимается разработкой дизайн проекта И отделочными работами Всегда есть кого спросить Нет перекладывания ответственности И всегда понятен какой результат вы получите в итоге Через неделю после старта Получили согласованное планировочное решение И вышли на строительную площадку Начали мы работу с возведения перегородок Стены мы строим из газобетонного блока Толщиной 100 мм Что важно учесть при возведении стен из газобетона Не доводим перегородки до потолка Оставляем 2-3 см Чтобы плита перекрытия не давила на ваши возведенные стены Используем в качестве перемычек Уголок 45-45 мм Толщина полки 4 мм Обязательно его грунтуем специальной грунтовкой Для того, чтобы не проступила ржавчина Обязательно армируем кладку Мы используем базальтовую сетку Кто-то использует арматуру В любом случае армировка нужна В каком виде вы ее сделаете Это вам решать Мы используем базальтовую сетку А также на этом этапе не забывайте про параллели Когда вы возводите перегородки У вас есть возможность заложить геометрию своей квартиры В данном случае у нас коридор имеет параллельность этой стены И этой И при укладке чистового покрытия У вас не будет ромбовидного помещения И чистовое покрытие не придется где-то зарезать И у вас не будет подрезок по бокам Это очень важно Лучше на этом этапе позаботиться об этом Закончили возведение перегородок Этот этап у нас занимает 3-4 дня И приступаем сразу к механизированной штукатурке Почему мы штукатурим механизированным способом Очень просто Во-первых, это быстро Во-вторых, смесь замешивает машина, а не человек То есть прочностные характеристики у вас на каждом участке стены одинаковые Поэтому лучше использовать механизированную штукатурку У нас в своих 6 станций Мы штукатурим смесью Волма Гипсактив либо КНАУФ Что важно учитывать при механизированной штукатурке Не доводим штукатурку до потолка Также оставляем зазор 2-3 см То есть выходим в один уровень с перегородками Потом этот зазор запениваем при помощи монтажной пены А также на этапе механизированной штукатурки Не забываем финишно выравнивать углы и параллели там где-то необходимо Вот здесь у нас будет зона кухни И естественно здесь у нас угол 90 градусов Здесь 90 градусов И здесь тоже угол 90 градусов В кухне будет во все эти две стены Процесс механизированной штукатурки Такой квартиры площадью 73 квадратных метров Занимает 4-5 дней Обязательно вытаскиваем маяки Ни в коем случае их не оставляем в теле штукатурки Потому что они со временем заржавеют И эта ржавчина уже проступит Через ваше чистовое покрытие Обои либо покраску Как только мы закончили механизированную штукатурку Уже согласован план черновой электрики и черновой сантехники И на объект выходит электрик и сантехник Вот такой водомерный узел мы собрали в данной квартире Здесь у нас есть проточный водогреватель Фильтра тонкой очистки Редуктор давления Коллектор на горячую И холодную воду А вот здесь вот трехходовой смесительный вентиль Они устанавливаются если у вас есть гигиенический душ Очень полезная штука Она позволяет выставить необходимую температуру И при включении душа у вас будет температура воды Всегда одинаковой Не нужно будет искать этот баланс между горячей и холодной Также было заменено отопление от застройщика Смонтирован коллекторный шкаф под отопление Мы его разместили Вот в этом месте здесь будет встроенная мебель И все инженерные коммуникации будут закрыты Очень удобно располагать отопление Вот в этом месте у вас вход И соответственно здесь у вас будет шкаф Который скроет доступ к коммуникации После монтажа сантехники Смонтировали отопление и водоснабжение Делаем полусухую стяжку Такие нюансы есть по стяжке Обязательно делаем демпферную ленту по периметру Она у нас идет в два слоя Демпферная лента и шума нет Который мы укладываем перед стяжкой Выходит за пределы стяжки И потом мы его аккуратненько подрезаем Будет вообще классно, если вы вибрационным герметиком Пройдетесь по всему периметру каждого помещения Также не забываем резать стяжку в проемах Это позволяет избежать трещин и перераспределить нагрузки Как только вы сделали полусухую стяжку Обязательно проливаете ее водой Каждый день в течение 5-6 дней То есть стяжку сделали, ее сразу укрыли пленкой На следующий день вы эту пленку открываете Проливаете обильно водой И опять же обратно закрываете пленкой Такие манипуляции со стяжкой Необходимо сделать в течение 5-6 дней Это позволит набрать максимальную прочность Для вашей стяжки А также избежать появления трещин После стяжки сразу приступаем к монтажу черновой электрики Электрику мы делаем по потолку В серой ПВХ гофре ПВХ у нас ДКС Клипсы тоже от аналогичного производителя Для того, чтобы гофра не выпадала из этих клипс Кабель мы используем ВВГ-НГ-ЛС ГОСТовский Это сейчас самый оптимальный кабель На розетке у нас идет свечение 3х2,5 На освещение 3х1,5 Вот такой щит силовой мы собрали Подписали каждого потребителя Здесь все понятно и наглядно Справа у нас расположен слаботочный щит По поводу трансформаторов для светодиодной ленты Их стараются разместить в каких-то полочках, нишах Спрятать, вспоминают про них в самый последний момент Самое правильное решение Смонтировать слаботочный щит И расположить их вот в этом месте Выводим сюда провода и подключаем Во-первых, у вас есть всегда доступ То есть если у вас какой-то выйдет из строя трансформатора Вы его легко сможете заменить Когда он у вас спрятан в какой-то нише за потолком К нему иногда просто не добраться И светодиодная лента перегорает И на этом как бы заканчивается вся история Самое правильное решение Слаботочный щит Трансформаторы прячем все в одном месте И когда закончили монтаж черновой электрики Покупаем самые дешевые розетки и выключатели Монтируем их по всей квартире И проверяем работоспособность всей системы Вот на этом этапе еще можно добавить Какие-то розетки, какие-то выключатели Наши заказчики приходят Смотрят, как у них организована система освещения И расположения розеток И вносят корректировки Если посчитают, что им что-то будет более удобно То есть на этом этапе еще можно что-то сделать Потом это будет, во-первых, долго Во-вторых, накладно по деньгам И вот вы уже видите следующий этап Уже финишной отделки Это механизированная шпаклевка Я немножко опоздал с приездом Мне нужно было два дня назад приезжать Ребята уже начали шпаклевать Шпаклюем мы при помощи аппарата Аспра 6000 Материал у нас это Терака Спреймастер Это уже такая готовая шпаклевка Бедра по 25 килограмм Вот такие шпателя Маленькие, средние и большой шпатель метровой длины Для того, чтобы тянуть сразу большую площадь У нас там в комментариях спрашивали А какой вы клей используете для стеклохолста Мы используем Келит Оптима На данный момент это самый нормальный, хороший клей для стеклохолста Сейчас у нас есть уникальная возможность сравнить Оштукатуренную стену со шпаклеванной Вот здесь у нас шпаклевка, штукатурка, шпаклевка Здесь по проекту у нас будет клеиться зеркало И поэтому эту часть стены мы не трогали Для того, чтобы хорошо зеркало держалось Достаточно, чтобы поверхность была оштукатурена И больше с ней делать ничего не нужно То есть вот шпаклевка, штукатурка, шпаклевка Если вы будете клеить зеркало на шпаклевку Она со временем отвалится Ее придется счищать в том месте, где у вас будет зеркало Поэтому, если вы планируете клеить зеркало на стену Оштукатурили стену и оставили в таком виде Вот такой инженерный ремонт у нас получился Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях Либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok